МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Амурского областного телевидения продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова. Вначале основные темы. Закрыли затворы, холостые сбросы на Бурейской ГЭС прекращены. Городские перспективы, новый детсад, школу и очистные сооружения построят в Сковородине. По 2%. Дальневосточники смогут получить ипотеку по заниженной ставке. Откроют в день 155-летия. Фонтан с подсветкой установили в Ивановке. Бурейская ГЭС прекратила холостые сбросы. Гидрологическая обстановка в области нормализовалась. Резервная емкость водохранилища более 2 кубических километров. Такой объем позволит удерживать ливневые паводки. Однако, если уровень воды Верхнего Бьеха превысит отметку в 254 метра, сбросы возобновятся. Сейчас до критической цифры остается 2 метра. Напомню, холостые сбросы на Бурейской ГЭС начались 14 июня из-за обильных дождей и существенного роста притока воды к створу станции. Новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет и возможность развивать промышленность. Строительство метанолового завода в городе Сковородино находится на стадии проектирования. Получить разрешение на возведение масштабного объекта инвесторы планируют в середине следующего года. На площадке будущего предприятия побывал губернатор Василий Орлов и наша съемочная группа. Действующий железнодорожный нефтеналивной терминал станет базой для будущего метанолового завода. Благодаря такому расположению можно будет использовать существующую инфраструктуру, а также сохранить рабочие места. Территория будущего предприятия предположительно составит 20-25 гектаров. В настоящее время завод находится на стадии проектирования. Сейчас идет базовое проектирование основной установки завода. Базовый проект разрабатывается по всем вспомогательным системам. Сейчас подписывается договор с генпроектировщиком для разработки проектной документации и получения ориентировочных в середине следующего года разрешения на строительство. На площадке уже идут изыскания. Часть изысканий по основной площадке выполнена. Планируем сейчас начинать изыскания по линейным объектам. Продолжаются геологические изыскания по основной площадке завода. Строительство метанолового завода стало основной темой совещания, которое провел в сковородине Василий Орлов. Было озвучено. Мощность предприятия составит 1 миллион тонн в год. На первоначальном этапе предполагается экспорт продукции в Китай. На следующих этапах мы рассматриваем варианты его дальнейшей переработки, производства продуктов более высокого передела. Для района, для области, конечно, это и создание рабочих мест. В первую очередь, дополнительные поступления в бюджет. Помимо прочего, если будут реализованы следующие этапы, мы надеемся, что будут реализованы и в скорейшее время. Это сырье для развития других отраслей промышленности. По оценкам инвесторов, на крупномасштабном предприятии будет задействовано порядка 270 человек. В свою очередь, на этапе строительства задействуют до 2000 человек. Причем сейчас специалисты уже рассматривают возможность строительства второй очереди завода. Эту идею поддерживают и в областном правительстве. На сегодняшний день статус проекта таков. Он полностью обеспечен всеми тех условиями. Ведется проектирование. Проект идет в графике. И сегодня рассматривается возможность увеличения мощности завода. Мы со своей стороны поддерживаем эту инициативу инвесторов, потому что это новые рабочие места, новая налоговая база дополнительно. Ведутся переговоры, в том числе, о выделении дополнительных лимитов газа с силой Сибири. Поэтому проект, еще раз повторяю в графике, за этим проектом следим. В рамках реализации проекта метаномового завода будет выделено около 5 миллиардов рублей федеральных денег. Почти 3 миллиарда из них – субсидия инвесторам на создание сопутствующей инфраструктуры. Остальные средства пойдут на строительство и реконструкцию социальных объектов в Сковородине. Планируется несколько проектов. Это строительство очистных сооружений, которых на данный момент нет. Это ремонт сетей водоснабжения, самых плохих участков сетей. Потом ремонт системы канализации, тоже 2,8 километра. Сети водоснабжения – 1,5 километра. Это ремонт капитальный или просто ремонт дорог 10,1 километра по городу Сковородину. Также будет проведен ремонт местной поликлиники. На него планируется потратить 35 миллионов рублей. Выбрана территория для строительства школы на 150 мест и детского сада на 70 мест. Два объекта объединят в единый учебный комплекс. О каждом проекте социальной инфраструктуры поговорили на совещании с главой региона. Василий Орлов подчеркнул, ответственность за выполнение своих пунктов плана развития города будет нести каждое министерство. До 1 августа создадут рабочую группу. В нее войдут представители регионального правительства компании «Технолизинг» Сковородинской администрации. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Льготную ипотеку по 2% годовых для молодых дальневосточных семей начнут оформлять уже в конце этого года. В федеральном бюджете на эти цели выделят около 15 миллиардов. Такая поддержка предусмотрена национальной программой по развитию федерального округа. Она рассчитана до 2025 года. Разработка программы ведется по инициативе президента Владимира Путина. Потратить ипотечные средства можно будет не только на покупку, но и строительство жилья. Кто может рассчитывать на получение льготы, расскажет наш корреспондент Юрий Камышный. Для Татьяны Концидаловой квартирный вопрос самый актуальный. На сегодняшний день проблема. Через несколько месяцев она выходит замуж за своего парня Илью, который сейчас служит по контракту. На первых порах молодые еще могут пожить у родителей, ну а позже нужно обзаводиться своими квадратами. Сейчас им по 25, а значит есть все шансы попасть в льготную ипотеку, которую предлагают в рамках нацпрограммы. Снимать это очень тяжело, потому что это, во-первых, нестабильно. Если думать о расширении семьи, то детей рожать и заводить семью лучше в своем жилье уже, в собственной квартире. Ты будешь знать, за что ты платишь. Сегодня по Дальнему Востоку в собственном жилье нуждается более 18 тысяч молодых семей. И эта очередь неизменно растет с каждым годом. Льготная ипотека особенно будет интересна студентам или выпускникам вузов. Если первоначально предполагалось, что она будет доступна только для многодетных семей и собственникам дальневосточных гектаров, которые решили строить на участке свое жилье, то теперь она будет положена и молодым семьям до 35 лет. Возможности молодых семей ограничены. Поэтому отсутствие жилья, оно порой сдерживает и создание семьи, и где-то молодые люди думают, родить второго ребенка или нет, и так далее. Поэтому возможность такая по 2%, это, конечно, замечательно, это ниже процента инфляции. На финансирование 2% ипотеки будет выделено 15 миллиардов рублей. Оформить льготную ставку можно будет на 20 лет, а сумма займа может доходить до 4 миллионов рублей. Средства можно будет направить как на покупку строительства, так и ремонт жилья. Мы предложили и нас поддержали на подкомиссии, которую возглавляет Юрий Петрович Трутнев, отправить эти деньги в фонд развития Дальнего Востока. Это один из институтов развития, который под 1% передаст эти деньги региональным ипотечным агентствам, владельцами которых являются регионы. Для того, чтобы они их по 2% отдали людям или строили для людей. Сейчас обсуждаются условия, как этот продукт будет выглядеть, но мы настояем на том, чтобы эта ипотека выдавалась без первого взноса. Первую 2% ипотеку планируют выдать уже в декабре этого года, но в Министерстве по развитию Дальнего Востока хотят сместить эту дату на более ранний срок. Работа над этим уже ведется. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Иван Сюма, Камурское областное телевидение. Более тысячи гостей из разных уголков нашей страны и даже мира. 45 лет БАМу отметили в Тынде. На праздник собрались ветераны строительства магистрали, действующие сотрудники железной дороги. Побывали в столице БАМа и помощник президента России Игорь Левитин, зампред российского правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих. Анастасия Петраж расскажет подробнее. Сразу после встречи эстафетных поездов состоялся торжественный митинг. На привокзальной площади собрались ветераны БАМа, действующие строители магистрали, жители и гости Тынде. Я хочу вас поздравить с тем, что 45 лет мы вместе. И я думаю, что та работа, которую вы сделали, особенно ветераны, она достойна уважения. Спасибо и с праздником. После торжественного митинга высокопоставленные гости возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза, сержанта железнодорожных войск Виктора Мирошниченко. Монумент был установлен в знак памяти о героизме воинов-железнодорожников на фронтах Великой Отечественной и строительстве БАМа. Уже в драматическом театре Гилюй состоялось вручение почетных грамот действующим сотрудникам РЖД и юбилейных медалей ветеранам БАМа. В тайге, морозу, непроходимым болотом был брошен беспрецедентный вызов. Было принято решение о реализации беспрецедентного транспортного проекта не только в истории страны, но и в истории человечества. Этот вызов был принят совсем молодыми людьми, сотнями тысяч парней и девчат со всех уголков Советского Союза. В свою очередь Василий Орлов отметил огромное значение Байкала-Амурской магистрали не только для Преамурья, но и для всей страны. Губернатор подчеркнул, первоначально БАМ нес две функции. Первая – экономическая. И сейчас, благодаря магистрали, реализуется большое количество инвестпроектов. Вторая – меловоенное значение в плане обороноспособности страны. Для нас сегодня, что такое БАМ? Это одна из двух главных артерий. У нас по территории Амурской области полторы тысячи километров БАМ проходит. И столица находится здесь, столица БАМа, город Тында находится тоже у нас. Для нас это РЖД, это крупнейший налогоплательщик и это крупнейший работодатель на территории нашего региона. Поэтому еще раз говорю, что переоценить значение БАМа и российских железных дорог сегодня для нас невозможно. Праздничные мероприятия в честь 45-летнего юбилея БАМа завершились большим галоконцертом. На главной площади Тында собравшихся приветствовал Владимир Путин. В своем видеообращении президент отметил – БАМ стал поистине всенародным проектом. За всю историю его реализации в нем приняло участие около двух миллионов человек. Сегодня мы отмечаем значимую для всей нашей большой страны дату – 45 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. И прежде всего хочу поздравить всех, а особенно ветеранов БАМовцев, с этим без всякого преувеличения историческим событием. БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей. Также состоялся телемост между Тында и городом Усть-Кут. Там в прямом эфире был дан старт движению по второму железнодорожному мосту через реку Лена на перегоне Лена-Восточная-Предленский. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Благовещенский парк «Дружба» стал одним из лучших в стране. Проект благоустройства территории признали на федеральном уровне. Объект внесли в реестр Минстроя России как лучшую реализованную практику в номинации «Парк как место отдыха и занятия спортом». На победу претендовали почти 450 проектов из 80 регионов страны. По решению специальной комиссии в список лучших вошли 165 проектов из 112 городов. Среди победителей Якутия, Бурятия, Камчатка, Чукотка, Хабаровский край. Новый музыкальный фонтан с подсветкой начал работать в Ивановке. Официальное открытие объекта запланировано на 13 июля. В этот день селу исполнится 155 лет. Фонтан установили в парке возле озера Лотосов. Кстати, реконструкцию места отдыха уже почти завершили. Кроме водного сооружения, там возвели скульптуры героев из разных мультфильмов. Декорированные цветники выпустили на озеро двух лебедей. Трем семейным парам во дворце бракосочетания Благовещенска вручили сертификаты на материнский капитал. В честь Дня семьи, любви и верности сотрудники Амурского ПФР изменили традиционный порядок и совместили события с церемонией именречения. Денис Свириденко продолжит. Антона и Ольгу Томских сегодня чествуют в ЗАГСе. Месяц назад в их семье родилась вторая дочь. Сейчас им вручают медали за любовь и верность и сертификат на материнский капитал. Чтобы оформить документы, потребовалось всего неделя. Деньги, говорят, пойдут на жилье, как первый взнос за ипотеку. Муж пришел получать свидетельство и ему сказали, приходите 9 числа получать сертификаты. Мы удивились. Так быстро. Документы сами сделали, они все приготовили. Вручить материнский капитал в стенах ЗАГСа решили в Амурском пенсионном фонде. Выбрали три семьи, в которых в июне родились вторые дети. Между прочим, все девочки. Сумма финансовой поддержки осталась прежней – 450 тысяч рублей. Ее, как прежде, можно использовать, к примеру, на обучение, улучшение жилищных условий, строительство своего дома. Сегодня господдержку использовали десятки тысяч амурчан. В августе этого года в Амурском ПФР планируют 57-тысячное вручение маткапитала. На сегодняшний день у нас появилось еще новое направление – это региональный капитал. И все эти семьи имеют право на региональный материнский капитал, который можно использовать, в том числе, при совокупив, к федеральному материнскому капиталу. Торжественные мероприятия совместились с церемонией ими наречения маленьких благовещенцев и приурочили ко дню семьи любви и верности, который отмечают 8 июля. Праздничные мероприятия проходят по области. В день праздника наградили самую активную семью областного центра. Кстати, примечательно, что мы вернулись из города Героя Тынды, где честовали 6 пар, которые зарегистрировали брак 45 лет назад в год образования БАМа, Байкал-Амурской магистрали, и честовали седьмую пару, кстати, цифра 7, семья, которые зарегистрировали брак 8 июля. В праздник семьи, несмотря на то, что понедельник – день нерегистрационный, в Преамуре расписались 35 пар. Из них более половины – 18 семейных пар – поженились в Благовещенске. Денис Верденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. 3,5 тысячи амурских первоклассников получат в этом году подарки от губернатора. Рюкзаки с тетрадями, ручками и карандашами вручат детям из малообеспеченных семей. Традиционная акция «Губернаторский портфель» пройдет в августе. В прошлом году такой подарок получили 3300 первоклассников. В 2019-м на 200 ребят больше. Благодарительная акция проходит в Преамуре уже 17 лет. В этом году первый звонок прозвенит для 10,5 тысяч учеников. Столько же детей в первый раз сели за школьные парты и в 2018-м. Международный заплыв дружбы в этом году пройдет 8 августа. Прием заявок на участие уже открыт. Традиционно амурские и китайские пловцы переплывут в приграничную реку Амур. Им предстоит преодолеть от 800 до 1000 метров. Принять участие в заплыве смогут 400 человек, 200 россиян и 200 жителей Поднебесной. Все спортсмены должны быть старше 18 лет с опытом безостановочного плавания на открытой воде не менее одного часа. По словам организаторов, желательно, чтобы участники ранее плавали в холодной воде при температуре от 16 градусов. Подать заявку можно по телефону, который вы видите на экране. Напомню, первый международный заплыв между Благовещенском и Хэйхэ прошел в 2001 году. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите программы Амурского областного телевидения. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Амурского областного телевидения.